Пути Господне неисповедимы. Где бы ни был человек, в каком состоянии бы он ни находился, есть те, кто протянет руку помощи. В Питере и Ленинградской области Организация обители исцеления ведет свою деятельность уже 25 лет. И люди, которые обращаются за помощью, изначально обращаются в стационар воскресения. Рассказываем родственникам о зависимости в том числе. Именно сперва объективным, светским, потом, естественно, и духовные основы. Этого всего. Тем самым родственники начинают понимать, что происходит с их близкими. Поскольку у нас реабилитация добровольная, скажем так, никакой корыстной составляющей финансово-материальной нет, то очень важно, чтобы человек, начинающий путь реабилитации, действительно осознанно и с внутренней мотивацией по своей доброй воле хотел бы пройти реабилитацию. А к концу месяца мы обычно имеем человека, который получил уже значимое количество информации о церковной педагогике, о церковном бытии, о том, что такое вообще церковная реабилитация. И тогда он уже может сделать осознанный выбор. Не как, когда его мама, условно говоря, тащила, нет, пойдем, сынок, пойдем, пойдем. А теперь он уже не предполагает что-то хорошее или плохое, а он уже в этом в каком-то степени уверен, да, что-то знает. Дальше он принимает осознанное решение свое добровольное, там, иду я на следующий этап реабилитации или не иду. Когда человек делает выбор пройти полный курс реабилитации, они отправляются на загородный этап. На данный момент имеется три центра. Два мужских центра – Саперная и Сретенская, и женский центр Торфяное. Реабилитация была изначально совместная, и мужчин и женщин мы в поселке снимали. Жилье, и там у нас и трапезная была. Она очень, конечно, сложная, но это дало мне возможность понять особенности женской реабилитации и мужской. Каждый человек – это, как Антоний Сурожский пишет, это икона, которую надо реставрировать. Просто образ Божий теряется, и мне почему-то эти люди очень близки, и я очень радуюсь, когда человек преображается. Когда человек приходит в понимание, что вот все, вот он своими силами ничего же сделать не может, он попробовал там, попробовал сям, наступает момент тупика. И вот если человек будет способен в этот момент обратиться к Богу, все открывается. Еще во время загородного этапа человек начинает свой самый главный этап. Жизнь. И жизнь совершенно иная. Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Божие. Поэтому человек меняет свой образ жизни. Он выходит чистым, светлым, чтобы жить и эту жизнь дарить. Окружение мое, как бы, было в основном употребляющие люди. А тут спокойно, работаешь над своими страстями, узнаешь себя по-новому. Я не могу объяснить, как к этому пришел. Но вот благодаря Богу, вот чудо какое-то, вот оно просто взяло и как-то и во мне вот щелкнуло в один момент. И я просто понял, что ну вот, вообще все по-другому. Я вот даже сейчас вам говорю, у меня даже какие-то ощущения похожие испытал. У меня какие-то даже мурашки просто похожие прошли. Ну вот мать Николая, например, она с самого начала вкладывает, ну что, ты там мать, ты жена и готовит к этому. Так как ты уже живешь по закону Божьему, стараешься, по крайней мере, ну соблюдать его, ты должен соответствовать этому. Ну и мы выбрали такой путь. Батюшка, он как отец, и мы должны его слушаться. У нас у сестер есть мать, и она как мама. А чтобы в дальнейшем создавать свою семью, уже есть пример о том, как это должно быть. Я действительно счастлив, и счастливы все люди вокруг. То есть мои родные счастливы, что я не где-то и не как-то. И самое главное, что я понял, то что здесь, находясь трезвым, в послушании, я хочу это сохранить и больше не возвращаться в кружку. Субтитры создавал DimaTorzok